приветствую они ухас его вот он так в общем всем привет сегодня мы с вами ныряем в мир британской бюджетной косметики с брендом w7 сегодня мы с самым милым мурчащим котом на свете расскажем вам разницу между дьюпами то есть аналогами и плагиатом на рынке скажи привет зрителям как видите у цезаря прям очень хорошее настроение в принципе также как у меня я очень довольна сегодняшним макияжем сделано это аналогом палеточки худо бьюти ретроградный меркурий если вам интересно посмотреть как же создавался этот образ желаем вам приятного просмотра итак ребят сегодня у нас центре внимания снова британский бренд w7 который я какое-то время все норовилась называть весом потому что так как то проще звучит но это w7 такой молодежный современный британский бренд с бюджетным позиционированием и мне хочется прежде чем обсуждать сегодняшнюю палетку внести кое-какую ясность я была не права и ввела вас в кое-какой такой диссонанс дезинформации потому что я утверждала что палетка soft use от w7 это плагиат также как и палеточка которая похожа на ходу бьют это здесь в принципе все похоже на ходу бьют нюдовская но ребят есть разница между плагиатом и дюпами я к сожалению только недавно такое выяснила сейчас я вас веду в курс дела у нас с вами был обзор на вот такие дюпы дюп анастасии beverly hills но у w7 это называется палеточка show of и два дюпа на ходу бьюти соответственно нюдовскую палетку и пастельную и в общем в чем собственно разница фактически самые основные мои претензии к данному бренду во всех обзорах было то что это такой бессовестный плагиат что даже рефилы не поменены местами и за такое должно быть стыдно но по факту оказывается существует давно такое понятие как дюп то есть грубо говоря аналог что мы с вами обозревали это дюпы то есть компания берет свое название переименовывает палетку вот например у нас есть пастельная вот так выглядит пастельная палетка худо бьюти и вот так выглядит пастельная палетка w7 у нее немножко другое оформление соответственно другое название и это самостоятельная единица поэтому мы рассматриваем это как аналог и если бы w7 называли себя например вместо худо бьюти кончу хуба буба бьюти или просто хуба бьюти и выпустили такую же палетку еще и назвали бы не пастель обсешен а какой-нибудь там я не знаю минт обсешен и вот выпустили грубо говоря чуть ли не один в один копию то вот это уже плагиат то что компания заведомо играет на созвучности название и как бы вынуждает вас купить это потому что вы думаете ага худо хуба типа одно и то же вот я так и приобрету здесь же это все-таки дюб и к сожалению хоть я уже и три обзора выпустила на данную марку w7 хочется мне проговорить объяснить что я была в какой-то мере не права и размышления на тему плагиата были немножечко не обоснованы потому что я не углубилась в эту тему возможно грань между дюбом и плагиатом такая очень щепетильная и размывчатая но тем не менее она существует это официально то есть бренды не подают на друг друга в суд что где-то там в мире выходят аналоги у нас есть бренд хода beauty который основан 2013 году и был основан в дубае есть бренд w7 который вообще никак не связан с дубами это чисто британский бренд у них производство китайская но зарегистрирована торговая марка в британии поэтому мы считаем это британским брендом потому что где юридически зарегистрировано лицо то и марка соответственно той страны а производство может быть хоть в карганде я надеюсь что я внесла кое-какую ясность между дюбом и плагиатом и теперь я не буду называть это все-таки плагиатом да конечно безусловно дюб и и вообще все что касается дюб потому что на русском это нормально звучит как аналог знаете наши любимые аналоги люкса потому что все таки все которые дюб и выпускаются они обычно дешевле оригинала позволяют клиенту то есть нам с вами ребят купить что-то похожее на люкс только дешевле но вот буквально один в один те же самые цвета по крайней мере производитель пытается сделать такие же цвета хоть и ребят тоже говорила что меня пока не интересуют другие палетки бренда w7 я листала на сайте немножечко себе новиночки выбирала и увидела дюб на ретроградный меркурий да конечно ходу просто копирует все кому не лень вот такая красотка я просто поражена если честно упаковкой настолько голографичные когда ее с посылки достала мне она ехала с чехии ну я не знаю ребят это очень красиво и конечно тут очевидно что чем вдохновлялись наш ретроградный меркурий худовский его w7 выпускает total eclipse огромная красотка тут аж 18 оттенков я думаю что чё тянуть правда не было дополнительной коробочки она вот так и пришла просто палетка но к сожалению у меня капельку самую капельку треснуло зеркало но не сильно просто знаете с краешку подбилась я наверно вам уже не буду показывать давайте я вам покажу нетронутые рефилы зеркало кстати не особо искажают очень хорошо меня передает привет так выглядят нетронутые рефилы я буквально там чуть-чуть некоторые пальцем потыкала потому что мой интерес немножко превозмог чувство нетронутой косметики но главное сейчас посвочить потихонечку начинаю свочить ох это конечно очень красиво я очень сильно люблю подобные спарклы всякие блестяшки но уже так как я знакома с качеством w7 я могу сказать что то что переходит на руку и то что переходит на глаз это совершенно разные вещи некоторые оттенки очень капризные например к палетке которая ньют маленькая я вообще не сразу приловчилась и если я поначалу даже на обзоре подумала что у меня вышел хороший макияж то вот спустя наверное использование 5-7 я наконец-то научилась нормально наносить эту текстуру чтобы она мне там века не жевала чтобы она не залипала то есть настолько это немножко специфические тени это не то что вы там кистюлину туда кистюлину сюда и у вас все нанеслось нужно приловчиться нужно какие-то определенные кисти иногда спонжики знаете каждому оттенку свой подход я наверное буду свочи делать не сразу все а по рядом здесь у нас три ряда получается вау красивый спаркл вот это очень круто фиолетовый сейчас потом поближе к вам подберусь ну и первый ряд наверно тут самый интересный он какой-то такой синевато-голубоватый ну да ребят это все та же формула что и в палеточке маленькой под нюд закос просто такие прессованные блестяшечки на немножечко цветной базе я наверное подобное видела у эссенс палетки вич сайт потому что это не шиммер и не металлик это именно прессованные блестки так это выглядит вблизи и конечно фиолетовые голубые оттенки самые интересные немножечко я просушила руку чтобы нам свочи правильные выдавала потому что если на влажную руку наносить то может немножечко исказить реальность показать лучше чем она есть на самом деле да ребят здесь вся та же история то есть матовые они достаточно мягко ощущаются на пальчики и на руке когда переходят а вот блестяшки они все идентичные некоторые более рыхлые некоторые менее но это все одно и то же кое второй ряд очень прикольным сияющим белым видите он аж отливает сталь такой хоп-хоп последний ряд такой максимально бронзовый и видно по свой чудо что немножко рыхлые вот эти оттенки они прям комочками набираются меня это нисколько не удивляет и не расстраивает потому что прошлые палетки тоже немножко комкались собирались грудочками но это не мешает их работе если нормально плоской кистью набирать то вас то все потом навеки разравнивается это не брак или что-то подобное и есть ребят я не переборщила с нашей близостью на мне уже нанесен консилер потому что и не хочется сильно чтобы вы отвлекались на состояние моей кожи и на веках он также есть плюс оформлены брови все детали макияжа и все названия продуктов вы всегда можете посмотреть внизу в инфобоксе я всегда выписываю и указываю для вашего удобства вот такое продолжаю тестировать странный тон от бюджетного бренда глэмби который продается эксклюзивно в сети магазинах его и на первом впечатлении я вам сказала что буду давать подальше фидбэк как видите у меня от него не такое оранжевое лицо как оттона которой с помпой вот эта пипочка достаточно легкое такое нанесение дает но проблема в запахе в принципе да он действительно матирует он классно уселся мне немножечко что-то перекрыл она ощущается таким водянистым тонким слоем но ребят она пахнет как будто там кто-то отошел в мир и ноги и проблема в том что даже после нанесения видимо когда он испаряется при соприкосновении кожи или что я чувствую этот аромат хотя я не привереда и не особо как-то обращая внимание на ароматизаторы мне все равно неприятно поэтому кто не любит ароматы в косметике вообще не смотрите даже в его сторону будем с вами делать что-то необычное потому что тут аж 18 оттенков есть где разгуляться но я не знаю как и чем потому что хочется увидеть работу полноценную теней поэтому я наверное не буду использовать каких-то карандашные подложки что-то такое потому что на этом всем намного проще тушеваться будем вот как есть так и есть работать давайте я распакую немножко кисть которая идет в наборе и хочу я сравнить с другой кистью летки show of тут у меня конечно немножко уже поюзанная абсолютно идентичная такое же качество только мне кажется ворс стал чуть-чуть жестче и форма у него немножечко как-то погрубела ну будем смотреть как я смотрела на оттенок странами я поняла что скорее всего мы все-таки будем делать карандашную подложку потому что я хочу нижнюю стрелку возможно еще и верхнюю общем будет сегодня много стрелок и я буду делать ее как в обзоре на ламаль your secret то есть мы берем черный карандаш рисуем стрелку и на черный карандаш накладываем вот это сияние мне кажется будет сейчас красиво у нас сегодня с вами ребят не такая уж и простая тема астрономии астрологии так покажу вам как у меня хранятся карандашики вот такой есть чехольчик очень удобно вот так вот организовывать пространство мне осталось это от папы такой интересный органайзер вот я сложила туда вместо маникюрных принадлежностей карандашики у такой у меня куципердик остался от ламель это черный каял уже есть готов ему замена более свежий и начинаю выводить нижнюю стрелочку хочется мне сегодня с вами поболтать о астрологии о чем-то таком мистическом потому что худо все-таки вдохновлялась палеткой ретроградный меркурий на вот этом хайпе когда все-таки о боже все начался период ретроградного меркурия честно вообще в этом не разбираюсь не увлекаюсь не нумерологии ничем не вот этим вот но мне очень интересная тема со знаками зодиаков потому что вот как-то я хоть и в это все не особо верю как-то получается же как только я читаю там про совместимость знаков про год рождения ну совпадает возможно просто совпадение а возможно не просто что-то вот такое у меня получилось немножко арабская ночь если она вдруг немножко кривовато или что такое я не парюсь потому что сейчас во первых я это все заклею тенями ну и во вторых мы все равно можем в процессе это все подправлять тон мы не нанесли собственно и для этого чтобы чуть что можно было салфеточкой или ватной палочкой себя подстраховать и вот насчет всяких совместимости знаете у меня такое чувство что люди когда залазят на подобные сайты они ну или вообще читают информацию по поводу совместимости знаков они верят в это в том случае если они заведомо хотят в это поверить то есть например они полезли прочитали она совпало то что они хотели прочитать и таки все сто процентов надо этот совместимость там подружки посоветовать но если вы например хотите что-то хорошее про человека узнать вот он например там какой-нибудь водолей вы читаете про водолей вас все устраивает ки бомба бомба ракета все буду астрологии увлекаться или вы потом заходите и вам что-то неинтересное выдает или не совсем то что вы ожидали вот коне фигня эти все гороскопы и конечно если вы положительно настроены к человеку а в гороскопе фигня то вы подумайте что гороскоп и это все не то чем такая тоже абсолютно субъективная вещь но интересная влаживать девочек астрономии он самый тут такой необычный и конечно же вот этой кистью с набора это набирается все как-то очень кривовато нет ребят я наверно сейчас перейду на кисть который я уже работала с подобными текстурами и она нормально набирала есть вот такая малышечка она плоская и каким-то образом хорошо набирают вот эти оттенки сейчас я боюсь чтобы я себе в глаз не дала мы с вашего разрешения в кадр внедрю зеркальце и буду себе аккуратно это все раскладывать чтобы не дать блестками в глаз это у меня зрение так себе я на один глаз минус два с половиной издалека конечно ничего не вижу вот это сияние она сыпется ребят я уже вижу конечно что у меня вся щека в хлопьях но тем не менее цвет переходит да он не однородный это такие блестящие хлопушки но если это прессованные блестки наверное какой-то другой текстура от них и не стоило ждать так покажу вам на примере вот этого глазика вот уровень осыпаний который мне выдался я пока ничего не убирала еще самый уголочек добавила оттеночек big deeper потому что он немножечко посветлее и переход интереснее у стрелки получается конечно же я не забыла про наши маленькие уроки английского я думаю слово астрономии так очевидно что это а вот big deeper это большая медведица то ребят на черный карандаш это конечно все очень красиво переходит блестит знатно но я сейчас займусь убиранием осыпания то что как видите я себе уже и в сдала то есть тени достаточно мажущие и я сделала правильный выбор что отдела именно черное платье тут у меня конечно же небесные тела тут правда нету моего знака я телец это он немножечко по-другому рисуется тут я находила вроде бы весы или что-то вроде этого к моему счастью осыпание убрались буквально одним свайпом даже стрелочку удалось вытянуть то есть у нас она прям в тоненький кончик уходит здесь тоже все хорошо и конечно переливается это все изумительно но не советую работать с тенями в белой одежде или в принципе когда вы уже одеты и готовы к выходу потому что у вас ну может просто все заляпаться или вы будете все в блесточках сидеть возьму немножко фиолетового оттенка lunar это луны я так понимаю отсылочка к lunar year то есть к лунному новому году возможно кто знает что там веса вон имели виду от опять веса w7 и зачем я это делаю посмотрите отлично накладывается цвет один на другой и интересно что соседние оттенки от астрономии то есть big deeper и lunar намного меньше крошится возможно это вот количество блесток в оттенке зависит и нормально наслаиваются то есть не то что в один цвет нанесли и все и вы больше ничего не можете придумать нет но синий прекрасно находит фиолетовый и большая медведица тоже отлично наслаивается конечно на 18 оттенков хочется просто все нанести но наверное не получится и будем пробовать то что сюда подходит я хочу попробовать самый сложный оттенок это фиолетовый оттенок латитюд оттенок латитюд это широта классно что все названия действительно соблюдены в одном стиле это чисто матовый у нас здесь напоминает только консилер и я прям его прикладываю наверное тушевать будем через более светлый то есть будем работать от темного к светлому и почему-то мне хочется сделать хайло ай наверное темноват макияж получится но что поделать будем делать какую-то сияшку на центре я оставляю кое-какое пространство все остальное заполню фиолетовыми ясно думала сейчас будут какие-то пятна мне будет тяжело я вот прикладываю к рефилу кисть и посмотрите просто без каких-либо проблем все на меня переходит как я пребываю в шоке от качества фиолетового оттенка меня здесь тоже не доделанная тушевка потому что я хочу добавить еще один оттенок но чтобы вы понимали фиолетовая обычно очень капризная они тяжелые в производстве и они обычно требуют какие-то подложки чтобы не пятнить но тут просто что-то происходит магическое оттенок не разбелен мне кажется в нем наоборот есть какая-то чернилка он абсолютно самостоятельный и уж очень красивый так у нас есть большая медведица а также есть маленькая медведица боже какая прелесть я набираю на более мелкую такую пушистую кисть костюм это уже все в кистях и хочу немножко по границе пройтись посмотреть как матовые между собой дружат медведица даже перекрывает эту несчастную широту у меня на даже стрелку перекрыла ребят потрясающее качество я пока немножко пребываю в шоке потому что это намного лучше чем все прошлые палетки которые я пробовала здесь прям на уровень выше и если раньше думала что палетка подороже а там наверное все та же история они тут действительно немножечко все по-другому ох конечно очень это все красиво и действительно мне кажется прослеживается вайп ретроградного меркурия волосы у меня конечно же в стиле ретроградного меркурия простите последнее время видео постоянно их поправляю но на улице у нас очень сильно снижает постоянно влажность высокой волосы такие все мы на видео быть красивыми не хотим поэтому делай хотя бы нормальный макияж так ребят я наверное немножечко под очищу вот эту пушистую кисть возможно и не буду очищать и смешаю такие розоватые оттенки еще более светлые чтобы еще смягчить границу это оттенок молочный путь мелкий way и оттенок аракул да тоже такой молочные розовые мне кажется что от на самый краешек стыка будет симпатично тут один розовый прям такой более холодный и другой розовый чуть потеплее но тоже такой разбеленный и на краешек видите совсем такими легкими движениями я это все наношу хотела что попроще тут уже пошло пошло дело это выбирать красивая на центр мне нравится horizon он такой тоже в розовинку и мне нравится bronze age или орион помните он так сильно сиял давайте наверное начнем с дизнатор орбита это такое розовое solar solar красиво bronze age нет ну бронзы наверно сюда нет нужно что-то похолоднее вот орион ладно орион так орион орион у нас есть как созвездие так и древний мифический герой великан я думаю что все таки в данной палетке это имеет смысл созвездия так она как-то совсем лепится я беру всю ту же плоскую кистью ли ну и попробую вот этой плоскостью набрать этот оттенок действительно вот этими плоскими кистями отлично все переходит нас ребят такое достаточно дотошное видео получается то есть я вам тут все подробно показываю рассказываю потому что мне хочется чтобы вы увидели насколько вот этот процесс color макияжа когда ты не можешь определиться что под что подходит что все красиво было действительно занимает очень много времени мне кажется что очень хороший хайлай получился и в принципе все сияет и все так придерживается единого стиля давайте чуть-чуть закругляться наверное добавим мы еще один оттенок как хайлайтер вот этот стык между тушевкой и бровью это оттенок орбита то есть орбит возьму такую плоско пушистую кисть она достаточно плоская достаточно пушистая кисти дают не сильно плотное нанесение мне хочется чтобы оттенок был именно хайлайт на я не полностью перекрыл мне пространство я все испортила давайте для этого на руке проверю да оттенок достаточно плотный сейчас его буквально капелюшечку набираю и сейчас надеюсь что мы ничего не испортим возможно я не права и он все-таки слишком плотный для хайлайтера сейчас наверное будет охрана отмена потому что у нас есть с вами новенькая палеточка для лица там есть хайлайт и уже его мы потом добавим под бровь потому что почему-то все здесь оказалось такое пигментированное что даже как хайлайт стремно наносить конечно же я забыла про кисть которая идет в наборе вот кисть если честно такая себе то есть у меня не особо возникает желание пользоваться но в этой палетке очень удобно и вот это место то есть кисть туда входит она вообще не выпадает как будто так и надо я очень довольна качеством и наверное на этом наш макияж глаз палеткой мы завершим пока что я ее откладываю в сторону есть тональная w7 но я вам его уже показывала мне он не сильно нравится но если приловчиться и наносить на жирный крем то он тогда маской такой сильный не смотрится но он знаете прям как драма кол перекрою и вас и слезы вашего бывшего поэтому я сейчас это все сделаю за кадром включая реснички на ребят я в курсе что-то он выглядит ужасно но и не просто так его нанесла поэтому я не первое впечатление просто вдруг если вам какие-то тени приглянулись из w7 и вы зайдете в магазин начнете скроллить таки почему бы не добавить там еще например тональной как я сделала и ребят вот наглядный пример почему не нужно покупать этот тон у меня правда какой-то там супер самый светлый оттенок shake well непонятно что тут шейк в том что на пастообразная у меня прям первый номер и как видите я похожа на мартишу адамс хотя со временем он немножко подстраивается под лицо я припудрилась но все равно он ужасно ощущается он ужасно выглядит максимум что вам нужно где-то прям при софтбоксах на камере выглядеть прям затонированной то да ну кому это надо камон можно какой-нибудь взять более плотный тон и который потом вы в жизни тоже сможете носить поэтому остерегайтесь вот это непонятные штуки называется ultimate cover up а нас с вами ждет вот такая палеточка для лица и это дюб на шарлотту тилбери я не пробовала оригинал поэтому мне конечно сложно с чем-то тут будет сравнить но эта маленькая палеточка стала достаточно хайповой на просторах интернета и мне стало интересно действительно ли она люксового качества потому что выглядит даже сами рефильчики как шарлотта то есть вот это вот гравировочка внутри но вы видите кто хоть раз видел палетки шарлотт тилбери поймут о чем я называется это все голливуд bronze and glow одна сторона это сияющий бронзер и другая это хайлайтер честно я не пробовала на лице это только пальчиком потыкала поэтому мне интересно сможем ли мы здесь что-то нормальное сделать и я только что заметила что тут массе пусечное зеркало мне интересно вот что и можно себя накрасить но видимо что-то можно так набираем бронзер я не знаю какой им пигментации поэтому я в крышечку пока вырабатывать не буду мы очень сильно бледные если я буду сильно забронзированные сегодня мне это пойдет на руку по идее должен быть такой ох хотел сказать относительно универсальный оттенок и просто здравствуйте ладно наверное все таки в крышечку стоило бы в работать но так все сейчас мы растушуем и это доскажу свой вердикт потому что кажется первое пятно смотрится ужасно а вот цвет вроде бы так давайте я уже и на щеку это все стяну как бы и румяный бронзер заодно посмотрим насколько это можно вытушивать до какого состояния тут хочу такую резкую границу не на я безусловно рыжая но при этом в жизни это смотрится достаточно симпатично не могу понять на камере вроде сильно рыжая так давайте приближу себя действительно в зеркале очень приятный оттенок он и не коричневый и не рыжий и видимо за счет светоотражающих частичек посмотрите прям как это действительно люксово люксово девочки наверное если приловчиться то есть понять по пигментации сколько его набирать не как я сейчас опять себя просто поставила все больше не буду влазить в рефил будут ушивать то что у меня на щеке я тут ребят вспомнила что у нас не самого адекватного оттенка тон потому что я прям белая как лист бумаги и скорее всего на мои обычные тональные которые более или менее цвета жизненного цвета кожи это будет еще лучше смотреться поэтому даже с учетом того что мы нанесли на настолько странный тональный посмотрите растушевалась это все очень-очень даже я тут и на носик нанесла просто хайпа много люди советуют из и херба заказывать из других сайтов даже на майкапе вроде эта штучка есть и опять таки с чехии заказывала давайте попробуем хайлайтер и тогда я наверное прямое решение советовать вам это или не советовать пока смешанное у меня чувство так хайлайтер по идее будет золотистый но он даже в рефиле видно что очень шелковый давайте нашим вам тоже было видно видите она особо не пылит в принципе что бронзер что хайлайтер оставляет вот этот рисуночек пыль не разлетается на всю комнату ли как не раздражать эти мелкие волосики я понимаю что вам в кадре это все тоже видно но простите ничего не могу с этим сделать ребят что-то я тут наслаиваю хайлайтер а он либо не набираются либо он очень деликатный а что где то что я недавно тестировала такой улетный хайлайтер от глэмби что его прям с космоса видно а тут конечно алло и ребят если бронзер я прям скорее всего буду использовать то хайлайтер это прям для самых скромняшек вот наш чеканая монета вообще не выходит и не выпрыгивает нужно наслаивать не мне не 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 беру выше упомянутый хайлайтер от глэмби уж очень мне он понравился и для чистоты эксперимента я тоже наберу золотистый чтобы у нас как бы все сохранялось в гармонии и об ну ну что за красота вот его хотя бы видно посмотрите что мне сразу происходит вот это моя история мне сразу вот эта часть вырисовывается и скулу еще под на слою хотя мне конечно тут уже говорить о какой-то красоте от кожи не стоит потому что я вся такой наслоеный пирожочек ох вот эта чеканая монетка вот это я понимаю вот этот хайлайтер который мне нравится так что это ду я могу советовать в том случае если вы будете использовать обе стороны просто нет смысла переплачивать как бы если вы будете покупать только ради бронзера можно какую-то однушку бронзера купить но вот хайлайтер для скромняшек если вы любите прям ну очень деликатное сияние вы охаете ахаете от любого вот такого блика то наоборот берите эту двушку бронзер отличная хайлайтер сможете использовать там прикоснулись кистью у вас такое самое деликатное свечение в мире вот это да у меня не хватает губешек сейчас я быстренько сделаю себе карандашиком форму и будем пробовать новую помаду она правда не от WSL но мне кажется что по цвету она отлично зайдет под этот макияж и мы ее с вами добавим ребят на этом тоне даже карандаш отказывается нормально рисовать мне он просто скользит по этой массе какой-то пластилиновой гуталиновой ужас поэтому тон честно не советую даже не пытаетесь брать какой-то там свой оттенок он сам по качеству не очень помадка у нас супер стей миллион кисис от белор дизайн как-то очень покорили они мое сердечко серии блесков shine bright и я решила помадки тоже попробовать эти и очень люблю именно формулу матовых помад актуально когда в маске ходим ничего нигде не отпечатывается и я выбирала по отзывам у меня оттеночек 211 такая должна быть пыльная розочка немножко трупный цвет от помады с названием супер стей я все-таки ожидала немножко другого потому что посмотрим конечно застынет ли она но это больше мне напоминает какой-то мусс очень похожая формула буржуа суфлешки и как-то она и не стягивается и ощущается невесомым искал что мне вообще на губах ничего как будто и нет при этом цвет я действительно угадала к нашей тушевочки отлично подходит в целом образ закончили ребята у меня случились немножко непредвиденные обстоятельства прошло с нашего прошлого включения то есть прошлого кадра аж 50 минут поэтому я вполне себе тут составила картину мира и насчет работы теней и в плане их осыпания не осыпания и помады потому что вышло солнце здесь настолько все было засвечено что я уже разозлилась впала в дзен и снова успокоилась потому что макияж конечно вышел на мой взгляд потрясающий я не сильно много сил на него потратила тени работали изумительно а вот к помаде у меня есть вопросы но давайте вначале приближусь покажу все вот это вот вблизи вот такой у нас результатик палеточкой дюпом худо бьюти ретроградный меркурий я думаю что это чудо просто ничуть не хуже работает чем худо конечно это не супер бюджетный вариант тоже знаете такого же middle маркету что палетка на 18 оттенков стоит так чуть-чуть дороговато и плюс ее не везде можно достать в украине нужно заказывать из-за границы но все равно очень круто хоть поначалу мне показалось что очень многие цвета повторяются с других палеток я вот тут себе их отдельно прям парами выстроила то видно что не такие уж они похожи все-таки отличия есть там где-то на полтона или блестки другого оттенка но это не одно и то же поэтому я уже не расстраиваюсь и понимаю что отдельно палеточками маленькими смогу пользоваться и отдельно большой дюпы это не полные аналоги более дорогого сегмента как вы понимаете что ценообразование идет не с потолка конечно за люкс большую часть стоимости мы платим за имя и остальное тоже упаковка наполнение и конечно более высококачественные ингредиенты поэтому если что-то вот такое бюджетное мы имеем возможность воспользоваться теми же оттенками или близкими к ним например в ретроградном меркурии очень все полюбили вот этот вот бирюзовый вот эти вот такие космические оттенки которые здесь большая медведица астрономия и лунный мне кажется что если вы хотите что-то из подобной гаммы но не хотите тратиться на большую худу то вполне себе можете брать вот такие дюпы они очень хороши по крайней мере вот это total eclipse у меня вызывает какой-то бурный восторг насчет помады да конечно белор дизайн у меня вызывает тоже какие-то такие положительные эмоции потому что это очень бюджетный бренд помада стоила незаконно дешево и цвет очень очень хороший потом благодарю тех людей которые оставляют отзывы на сайте make up с фотографиями реальными потому что не всегда по сайту можно выбрать себе адекватный оттенок но почему-то меня смущает формула этой помады она заявлена стойкой на 8 часов но мне кажется что здесь стойкостью особо не пахнет конечно за 50 минут она высохла она не отпечатывается но как вы можете заметить у меня внутри вот где у меня уголки рта как будто кожа просвечивается хотя здесь уже честно четыре слоя наслоила да она наслаивается она не трескается но чем больше первых слоев я делаю тем больше я ощущаю ее все-таки на своем рту и мне не очень нравится то что она вот это расслабляется то есть я вижу четко где у меня прокрашены губы и где у меня прям просвечивается моя кожа если бы это был какой-то более темный оттенок это было бы еще больше заметно и наверное расценивалась какое-то расслоение поэтому непонятно давайте немножко сербну кофе посмотрим насколько она отпечатается на крышечке вообще ничего нет и на губах все осталось то есть я прям чувствую как она застыла но как вы видите застыла немножко странным образом если вам нравятся вот такие чуть-чуть суфлешные полупрозрачные текстуры то вот эту помаду в принципе могу советовать палетка которая вызвала такой некий хайп на англоговорящем ютюбе у меня вызвало не хайп а недоумение потому что бронзер хоть и отлично смотрится вот бронзером я сто процентов буду пользоваться я действительно не поняла хайлайтер он некрасивый даже если я набираю его пальцем он также ощущается шелковисто как и бронзер но он вообще не сияет я не понимаю что это ладно даже вам не отсвечивает просто какая-то как пудра слушать а может я ошибаюсь это не хайлайтер а нужно как подсвечивающую пудру использовать да нет написано что бронзер глотто есть хайлайтер чтобы придать сияние вашим высоким точкам на лице но я так понимаю что скулом слушайте а давайте попробую я возьму все-таки такую чистую кисть наберу это как сияющую пудру ну а вдруг немножко пройдусь знаете как будто финишная пудра вот это our глаз метеориты от герлен ну да наверное в таком ключе мне это нравится больше чем хайлайтер и я смогу использовать ее как финишную пудру потому что ну как бы сияние от нее нет матирования тем более на мой внутренний еврей который постоянно пытается куда-нибудь присобачить продукт который я не понимаю но потому что деньги на это уже потратила чем буду как-то тыкать а нужно ли это вам смотрите сами потому что вы видели нанесение и ну как вы понимаете палеточка достаточно своеобразная надеюсь ребят что вам понравилось сегодняшнее видео она немножко так под затянулась надеюсь что потом на монтаже у меня не выйдет просто часовой ролик потому что конечно косметика бренда w7 не самое интересное к просмотру но лично у меня она вызывает интерес поэтому мне хочется с вами поделиться такой бюджетной находкой с британского рынка которая к нам потихонечку внедряется я уже видела и на еве этот бренд и на майкапе он представлен конечно не вся линейка а так чуточку выборочно возможно потом еще что-то появится лично я заказывала через чешский сайт вообще доставка в украину и в принципе мне всегда все нормально приходит поэтому если хотите поддержать меня можно поставить пальчик вверх подписывайтесь чтобы не пропускать еще больше бюджетных обновлений а нам с вами до скорых встреч